Богатейшие люди планеты с такими громкими фамилиями, как Ротшильд, Рокфеллер, Тернер, Форд и иже с ними, выводят свои огромные капиталы из США, массово скупают землю и недвижимость в Латинской Америке, и говоря по-русски, англосаксонский олигархат валит из страны. Из своей страны, из США. И, кстати сказать, богатые евреи уже несколько месяцев к ряду бегут из Израиля в Европу, но, видимо, опасаясь остаться без поддержки США в опасном мусульманском окружении. Но вернемся к англосаксам. Знающие ситуацию люди докладывают, что фонд Рокфеллера и Тед Тернер скупили в Аргентине и Чили около 2 миллионов акров плодородных земель, а это в 8 раз больше площади Москвы. Не Красной площади Москвы, а всей Москвы. Что примечательно, богатейшие англосаксы валят туда же, куда в 45-м бежали от трибунала гитлеровские преступники. Казалось бы, что случилось? Почему люди, входящие в так называемую мировую закулису и реально управляющие общим мировыми процессами, покидают насиженные родные пенаты? Ведь по всему миру идет война, управляемый хаос, а США это типа такой островок спокойствия. Но этой шнягой знающих людей не обмануть, а англосаксонский олигархат это очень знающие люди. И если они не хотят находиться в США, значит что-то там происходит не очень радостное. И это действительно так. Мы по крупицам поскребли разных экспертов и пришли к мнению, что причин валить из США с капиталами несколько, по меньшей мере три. Одна экономическая и две природных. Экономическая это, понятно, что давно ожидаемый американский дефолт. Экономика США страшно и неоправданно надута и должна была лопнуть еще в 90-х. Но тогда американцам удалось победить в холодной войне, развалить союз и приступить к его разграблению, что оттянуло конец на четверть века. Но, как известно, можно горстку людей обманывать бесконечно. И можно всех людей обманывать недолго. Но нельзя всю планету оболванивать все время. Некоторые американские эксперты дали американской экономике с непогашаемым внешним долгом более 18 триллионов долларов срок до июля этого года. Сидим, смотрим, ждем. Говорим это без ненависти к простому американскому народу, которого темноплечий президент США назвал исключительным. Да, Америка это пуп однополярного мира. Она всегда хочет быть первой. Но пришло время, Россия встала с колен после поражения в холодной войне и намерена вырваться из оккупационных лап американцев и более того, повести к свободе все народы, порабощенные англосаксами. При этом в случае победы Россия не собирается занимать место США и обязательно становиться первой. Нет, в мае этого года Россия дала понять всему миру, что первость, исключительность это не наша. Мы можем в финале чемпионата мира разгромно уступить канадцам. Эх да что говорить. Если на Евровидении на первом канале человек с фамилией Гагарина занимает второе место, значит точно Россия не претендует на мировое господство и другие страны это понимают и тянутся к нам. Но сейчас речь не о нас, а о США. Экономический коллапс там неизбежен. Вообще в американских народных традициях это развязывание мировых войн для решения своих экономических проблем. Два раза у них прокатило. Это для нас мировая война, жертвы, разрушения, ужас. А для американцев это хорошая война, которая приносит прибыль и господство. Но в третий раз американцы скорее всего не рискнут развязывать мировую войну. Потому что она будет ядерной, а это чревато для всех, особенно для США. Потому что у нас на руках есть такой козырь, как просыпающийся Йеллоустонский супервулкан, в который если забросить ядреную бомбу, а средства ее доставки в Россию есть, то все Штаты зальет толстым-толстым слоем пепла. И казалось бы супервулкан должен являться железобетонным гарантом мира во всем мире. Однако, к сожалению, есть вариант, что война США и России может быть не ядерной. На прошлой неделе бывший аналитик Агентства национальной безопасности США Джон Шиндлер написал в твиттере, цитирую, «Один из руководителей НАТО сказал мне сегодня, мы, вероятно, будем в состоянии войны этим летом, если нам повезет, она не будет ядерной». Конец страшной цитаты. Мистер Шиндлер, профессор, ветеран НБ, уважаемый аналитик, уточнил, что речь идет предположительно о России. Согласитесь, когда натовские бонзы говорят о реальности Третьей мировой, а не доверять Джону Шиндлеру оснований нет, это напрягает. Эксперты считают, что, скорее всего, вопрос о мировой войне будет решаться на заседании Бильдербергского клуба, пресловутой «За кулисы», которая назначена на середину июня, так что ближайшие три недели можно жить спокойно в мире, но готовиться к войне. Ну, там узнавайте, где ближайшее бомбоубежище и все такое, только, пожалуйста, не сметайте продукт из полок. Не забывайте, что у нас на руках козырь – Йеллоустоунский супервулкан. И вот тут мы переходим ко второй причине сваливания американских мультимиллиардеров из страны – природной. Речь про тот самый супервулкан. Пока наши военные в специзданиях считают, какой заряд надо забросить в кальдеру Йеллоустоунского вулкана, не чтобы погубить американцев, а чтобы их осадить на случай, если они вдруг снова дернутся воевать. В сети мы наткнулись на прелюбопытнейшее интервью эксперта, занимающегося супервулканом с 2000 года в рамках международной общественной организации «АллатРа». В конце прошлого года эта группа ученых из разных стран мира опубликовала доклад по ситуации в недрах Йеллоустоунского вулкана. Имя российского ученого, долгое время работавшего в США, не называется, но видно, что человек в теме. И он настолько в теме, что, как и знающие мультимиллиардеры, свалил из США и вернулся со всей семьей, с внуками, с их американскими родственниками в Россию. По его словам, в докладе они обрисовали ситуацию «лайт», чтобы не напугать людей до смерти. Однако на самом деле для пробуждения Йеллоустоунского вулкана уже не нужно ядерной бомбы. Все уже запущено. Цитирую фрагмент большого интервью ученого из «АллатРы». Начиная с 2002 года, нами были отмечены образование новых гейзеров, деформация земной поверхности, повышение температуры почвы до точки кипения, появление новых трещин на земной поверхности, через которые происходит выброс вулканических газов. Приведенные наблюдения, а также частота сейсмической активности, которая с 2011 года постоянно нарастает, говорят о том, что в этом месте магма с увеличивающейся скоростью стремительно подходит к поверхности, то есть супервулкан пробуждается. При этом власти США, вместо того, чтобы всерьез задуматься о возможных способах предотвращения будущей катастрофы или на худой конец решить вопрос с оповещением и эвакуацией населения, с 2004 года ужесточили режим посещения Йеллоустоунского национального заповедника, а информацию о происходящих на месте в процессах полностью засекретили. Конец цитаты. В США к исследованиям «АллатРы» относятся как-то неадекватно. Кто-то посмеивается, кто-то похлопывает по плечу, типа «ну-ну», а кто-то и угрожает расправой. «Основной массе людей ничего не говорят, но тот, кто в теме, тот все очень четко отдупляет». Цитирую ученого. В январе этого года произошла забавнейшая история. Мы в очередной раз сообщили о предстоящем довольно мощном землетрясении, вновь акцентируя внимание на плачевности обстановки в регионе. При этом сообщили, что пока ситуацию сдерживаем своими силами и пока не стоит паниковать, но самое время задуматься о будущем. Сначала все шло как всегда. Наши сообщения проигнорировали. Но уже после первого толчка из прогнозированной серии, все чиновники администрации Обамы со своими семьями в срочном порядке эвакуировались с континента. При этом страна была брошена на произвол судьбы. Они так бежали, что даже военных не предупредили. За что последнее, надо отметить, очень обиделись на своего темнокожего президента. Беглецы, правда, очень скоро вернулись, но осадочек остался. Конец цитаты. В сложившейся ситуации стрелять по Америке равносильно пальбе по трупу, только впустую тратить боеприпас. Конец страшной цитаты. Ну и на посошок третья причина бегства англосаксонского олигархата из США. Замедление течения гольфстрима, спровоцированное косячной добычей нефти в Мексиканском заливе силами компании British Petroleum, принадлежащей Ротшильдам, которые в новейших трендах перебросили свои основные активы из США в Азию. Замедление гольфстрима приведет к резкому похолоданию в Европе и Америке. Мы так морозом привычные, а у них зачастую даже дома без отопления. Понятно, что вырастет потребность в энергоресурсах, в нефти и газе, а это все сконцентрировано в руках крупных финансовых групп. Естественным образом, в Европе и Америке в случае замерзания начнутся бунты и восстания, власть захватят профашистские главари, недовольных уничтожат, остальных посадят. Благо, пластиковые гробы и пустые концлагеря давно уже ждут своих клиентов. Ну а в качестве хэппи-энда в этот новый страшный мир вернутся из Азии и Латинской Америки всякие Ротшильды и Рокфеллеры со своими капиталами и выступят в роли спасителей. А одного из них, может быть, даже и объявят спасителем. Но мы-то, русские, с православными мозгами и сердцами будем знать, что это всего лишь антихрист. А там и Йелло-Стоунский вулкан, выхлестница, и вот это будет уже конец мира. Цитирую ученого из АЛЛАТРА. Вот сейчас ведутся горячие споры, будет извержение или нет. Господа, опомнитесь, оно уже происходит. Пока протекает медленно, но его невозможно не заметить. С 13-го года началась активация Йелло-Стоуна, и она постоянно нарастает. Сейчас же ситуация находится в такой стадии, что мы свернули свои лаборатории, посты наблюдения и выехали за пределы Америки. Так что процесс запущен и развивается одновекторно, события практически необратимы. Это будет катастрофа планетарного масштаба, которая затронет каждого. Конец цитаты.